Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я представляю вашему вниманию первую сетевую игру в мире Master of Orion. Сразу предупреждаю, игра в раннем доступе, так что тут нету многих функций. Мы просто решили посмотреть, как оно играется. Кстати, спасибо за помощь людям под никами Тапок Возмездия, Ёлка и Серёга. Я вместе с ними вот сыграл этот FFA на четырёх. Игра разбита на серии, имейте в виду, потому что получилось долго, несмотря на то, что нету практически никаких битв. Тем не менее, я думаю, для знакомства с игрой и как будут выглядеть вообще сетевые битвы, это видео получилось занимательным. Приятного вам просмотра. Ну, нажимай «Готов! Го!» Ну чё, все готовы? Поехали? Да, запускайся. Здорово! О, на карте. Приветствую, куратор! Ё-моё! Вы, несомненно, куратор! Озвучку-то тут никак, да, не отключить? Ну, здесь только звук, если убрать. Понял. Так, щас. Какая у нас галактика? Круглая, да? Да. Куратор, позвольте прервать вас. А, во, персонажик, звуки есть. Сейчас-таки, наверное, это они. Куратор, научное оборудование готово к работе. С чего мы начнём? У нас новые данные. Примите и... Походу, таймера тут нету, да? Ну, по-моему, да. Ничего тут нету. А вот, кстати, кто-нибудь... А вам пишет, что я ход закончил? Что-нибудь он пишется, нет? Нет, это не знало. Шифты тоже, да, они работают? Древе развития, это то, чтобы технологий выбрать много. Слышь, нарисовал, вот видишь, галочка слева от тебя стоит, что ты ход закончил. Сейчас должно вытащиться от меня. Да, не так, я просто свой ник не вижу. Куратор, позвольте прервать вас. Да, да, да. Ага, когда ход заканчиваешь, вообще ни к планету не идти, никуда, да? Грамотно сделано. А, глянь, даже, слушай, монитор нельзя подвигать, да? Да, и главное, нельзя отменить то, что ты закончил ход. Не, вот, кстати, что монитор нельзя подвигать, это не зря. Почему нельзя подвигать? Я вот, у меня мышка работает. А, стрелочка, стрелочка нельзя. Значит, уже не завершили ход, правильно? Ну, да, ну, короче, говорят, тут все. Нельзя, 10 раз надо подумать перед тем, как нажать кнопку завершения хода. Леха, вот тебя же представили как специалиста, там, консультанта, профессора, там, по пошаговым и практическим стратегиям. Тебе надо было сразу сказать, ну, какого? Прости меня, господи. Я все это говорил вне эфира. Там у меня много претензий было, но, короче, я вплоть до того, что мне сказали, нельзя называть название других игр. То есть я не могу даже, не мог ссылаться на другие игры, там, типа, где-то в Циви, там, то-то, в Endless Legend, то-то. Нет, нельзя. А, когда это тебе дали мастеров фареон, чтобы ты, типа, простримил, да? Нет, когда я у Wargaming был во время стрима, у них там, ну, они представляли... Короче, чувак все пропустил, видите? Нет, я стриму не пьяну. Я стримую, видите? Да не мой стрим, не мой. На Twitch-ке у БГшки. Как он там? Wargaming Life, да? Кстати, слышите, что, вы заметили такую фишку, что надо читать звезды, и там написано, какие варианты планет могут попасть у тебя. Да. О, полезная штука, спасибо. Ну, в этой игре, на самом деле, пофигу, даже если в системе будет два булыжника, то в итоге-то все равно они в Эдемы превратятся, как-то. Ой, а я каус нашел, а, нет, пират. Кто-нибудь нашел, как чат убрать? Ну, нажимаешь на стрелочку, справа от чата. А, ну, видно, нельзя его убрать, когда ход завершил. Я тоже раз повторюсь. Да, тут вообще, когда я завершил ход, походу, и вообще ничего нельзя сделать. Можно экран? Весьма забавно, когда тут этих котиков с грабленными. О, блинки, Алексей, здравствуй. Да, здорово. Тапок. Чё-то мне не очень нравится, что ты в эту систему летишь колонизировать её. Ну, просто у меня, это моя соседняя от столицы прям. Ну, и моя соседняя от столицы. Просто дело в том, что я убить могу твой, этот, ну, колониста. Ну ладно, мы тут разбираемся в игре. Так что, не буду этого делать. Так нет, там фрегат рядом. Где рядом? Лёха, как обычно, всех убить. Не, ну подожди, он летит в... Как бы в систему, которая рядом с моей столицей. Я лечу в эту систему как-то. И он там хочет поставить, и я хочу поставить. Ты, кстати, в курсе, что мой фрегат теоретически убьёт его фрегата? Теоретически? Ну, фрегат от трассы. Ну, прикольно. Вопрос можно, вот, может, кто уже догадался? Я просто пробовал тыкать хаотично, но логики не нашёл. Вот мы заходим, как бы, в империю, да, в настройку, вот, там, налогов и всей фигни. Вот что означает приоритет империи? Это, я так полагаю, распределение следующего родившегося жителя? Видимо, да. И, то есть, как бы, тут, ну, вот, логика-то только в этом манере идёт. И каждую отдельно планету, соответственно, нельзя налоги, да, менять? То есть, только они общие. Да, налоги точно общие. Понял. Кхе-кхе. 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 Не, ну вот так смотришь, приятная она игра, приятная. Но столько вот как-то... Да, да, недоработок, хуй. Но игра приятная, согласен. Видно, что потенциал большой. Но я говорю, вот, судя вот по предыдущим проектам, в игре не знаю, как можно с этим сравнивать, они любят с ног на голову ставить, причём это может быть игра уже давным-давно в релизе, и просто найти обнову и всё там в крову. Кроме того, куратор, вам следует взглянуть... Чего-чего? Ты планету-то открыл вообще эту? Нет. Ну, в общем, давай так, мы эту систему не заселяем, и хрен бы с ней. Окей. Она там просто этот, как его... биом вулканический, то есть... И нескоро мы её ещё адекватно заселить сможем. Ну, мне вот эта система нравится, честно говоря. Ну, тут победитель всё равно уже известен. Кто? Зелёненькие динозаврики. Почему? Ну, блин, короче, там... Я не знаю, как тут правильно сейчас сформулировать время, когда это начнётся, но очень большой прирост в жизни. И людишек, соответственно, или в его случае динозавриков. В итоге получается, что сначала он просто отращивает планеты, ну, разов, не знаю, процентов на 20-25 быстрее, чем мы можем себе позволить. А потом просто, когда планета полностью отожирана, у него, как бы, у учёных получается, ну, на тех же 20-25-30 процентов больше. Вот. А если, как бы, экспансии работать, то получается у тебя ещё больше. Ну, грубо говоря, по науке. Вот на официальном форуме все, кто на Сакру собирались, сказали, там, 250-й ход полностью закрытой древой технологии. То есть, как бы, вот так. Ну, у Псилонов, наверное, плюс 50% к науке от жителей. Ну, вот тут получается, что... Типа, что это круче. Ну, это просчитывать надо, Лёх. Тут, как бы, вот сейчас трудно что-то говорить. Ну, у них реально планеты, то есть, растут там просто, как на дрожжах. Особенно, когда начинаешь строить ещё постройки на жрачку, там просто космос какой-то приключает. Ну, и никто не отменял ДЭМ, как бы, по терраформированию планет. Чего не отменял? Ну, вот терраформирование планет. Ну, это понятно, что уже там вторая половина. Но там просто планеты превращаются, там, в какие-то инкубаторы просто. И науки, и производства, и жителей. То есть, всё сложно. Ну, видимо, будет баланс править ещё. Потому что я вот играл, там, вот, одну, как бы, самую долгую, какая игра. Я там, грусть, открылку-то, там, третью, что ли, систему, или четвёртую, или даже. То есть, это там даже не в системе столицы, как бы, было. Там был булыжник. Он был огромный, но просто тупо булыжник. Даже не тундра, а просто булыжника кусок. Так вот, после всех формирований, третьего, десятого, это у меня буквально, там, ходов, не знаю, записи. Может, за 50, может, чуть больше. По общему, вот, показателю, эта планета была круче, чем в Тольне. То есть, вот, как-то вот так получается. Ёлка, ты там чё делаешь? Колонизирую уже планету, секундочку. Я не покликну, так и доход закончится. Аномалия представляет из себя... Очень удобно, то, что можно в столице выбирать, там, следующая колонна. Уже основал, так переключаешься. О, здорово там. Даже без меня, наши учёные... Да, первое, чем мы... Обнаружены пираты. А, блин, базу пиратов только с бомбами ж можно уничтожить, я забыл. О, блин, какие-то у меня системы для заселения, фу-фу-фу, вообще-то. Вот, интересно, тут есть разница, там, ближе к центру, к галактике дальше? Ну, в Wargaming на стриме говорили, что есть. Типа, к центру лучше должны быть. Системы, да, вообще, в целом? Да. Ну, я, кстати, играл в одну из игрок. Орион был, ну, сама система Орион, там, где-то вообще на задворках мира, грубо говоря. Так, если два умножить на... О, аккуратно! А, кстати, чё-то мы не посмотрели вообще дипломатию, как тут работает. Ты в форме голограммы и пока никого не нашёл. Ну, я вот тапка нашёл. Вот, например, обмен картами. У меня ничего не происходит. Ну, вот я щас тебе послал. Есть что-нибудь? И я послал. А, вот, сделал предложение. Щёлкнул. Да, обмен картами появился. С тобой персональная страница стоит. О, всё, да, у меня появились системы. Да, и у меня тоже. Обмен картами работает. Круто. О, всё, да, у меня тоже. О, всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Справочник ДимаTorzok 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 этот корабль и сразу пять или шесть гражданских кораблей. Выбирают планету, ее колонизируют и сразу туда жителей запихивают. Я вот так делал, даже без его края, тут понятно все заранее. Ну не знаю, я сыграл за Саку, за динозавриков, там это вообще нафиг не нужно, там все что может. Я за нее два раза играл и один раз, не помню, за целой на столик играл. Там там самый первый, короче, был, там, ознакомительного характера. Мне кажется, зря ты вот сейчас с фрегатом полетел, ты сейчас их, наверное, не словишь. Они сейчас тоже полетят. Они же ведь не одновременно с нами ходят. Ну да. Забавно, тут пролет прямо через центр галактики есть. Че это взорвалось? Это я убил пиратов. Ясно. Почему у меня звуки взрывов? Интересно. Блин, читари он слишком жестко охранит. Моего 122 мощи, у этого 50 тысяч. Не, ну его там надо линкорами или титанами выносить, как-то вот так. Ну вот у Леши ментар-то тоже планета такая прямо красавица. Ну, видимо, псилонская. Норм. У нас новые данные. Примите... Система разведки космоса. Ну вот этот кораблик этот космический, типа рабочего местного строить умеет. Мне вот тоже не очень понятно. Мне так кажется, что просто она дальше, типа, находит звездные системы, но нафига это надо со скаутами? Мне не ясно. Да, вообще непонятно. Да, вообще непонятно. Что ты там уже редактируешь, блин? Но мне нужен бомбардировщик, чтобы разбомбить планету с пиратскую. По-другому-то никак же. Блин, тут еще очень криво корабли отправлять. Я уже пару раз просто случайно корабли вместе отправлял в одно место. А надо один в одно место, другой в другое. И тут это немножко кривовато все сделано. По-моему. По-моему, да. Есть один момент. Так, куда тут лучше. Среднее, засушливый, бедные, нормальные. Среднее, засушливый, крупные. Ну, наверное, на Хамет 2. Вот авианосцы в этой игре, по-моему, абсолютно бесполезная штука. Насколько я понял, из оружия. Авианосцы? Ну да, ты можешь там на поздних стадиях, допустим, взять спитание в слотах орудия на собачьих отсеках под бомбардировщики, под истребителей, под какие-то тяжелые бомбардировщики. Ну, получается, грубо говоря, авианосец. Я настроил, думаю, сейчас всех порву. Он вообще ничего сделать не может. Слушай, Сергей, я думал, у тебя как бы сакра, типа, слева от тебя. Так где там дофига мест, куда селиться есть? По-хорошему. Слева, вот, звездных планет немерено. Чего ты на мою Альфу роток разеваешь, а? Я ни в коем случае, я просто мимо пролетал, с глазком заценил. Ну не, редкость, кстати, когда вот система с четырех планет, да еще и пятую. У нас новые данные, примите их сведенью. Такие тут длинные есть перелеты между системами. Вот какие у меня между столицами такие с аксимовыми этими системами, это просто печально. Ну там в модулях кораблям можно поставить какие-то там реактивные ранцы, которые там увеличивают скорость полета и бла-бла-бла. Ой, я не тут строю. Или я гидропонную ферму уже построил тут. Да, еще хреново, что нельзя, ну точнее можно, но фигово смотрится, что ты уже построил на планете. Это им надо... Крутить глобус. Да, править. Я как Якубович себя чувствую просто. Просто крути барабан, не ищешь, что-то построил. Да не, ну тут много еще перелет нафиг. Жители, сколько в планете у вас? Так, у меня в столице... А, так, восемь получается. У меня семь и один. У меня восемь три. На второй два девять. Через девять ходов вырастет. У меня на одной семь, на другой один. У меня восемь три и два один. Ну, на второй планете быстро у тебя, я смотрю. Я ее выбрал, а она... Не, на самом деле нет, она фиговая. У тебя другую планету, но там ее, видимо, отвоевать надо. Что за вот эти новости? Это так, прикол, у меня снова разлило. А, видимо, я третью планету основал и сразу новости пошли, да, что у Пселонов три колонии. Да-да-да. Пселоны контролируют планет три штуки. Уничтожить Пселона. Да ты юмореско. Одень сегодня безумный крутой путь. Погода, погода меняется. Возраст уже такой, что начинаю на погоду реагировать. Голова болит, спина болит, все болит. Ну, кстати, вроде в плане соединения бодренько все. Нету каких-то лагов. Ну да. Проблем. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. 2GIS, адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Денег меньше. Налоги снизить, да? Да, налоги снизить. Вот вверху империя, видишь, есть вот значки такие синенькие, там первый значок империя. Да, я нашел во что дальше. Ну, ставку налога снизить. Все вижу. Выточни. Да что ж такое, это все вулканическое да радиоактивное у меня. Мы обнаружили спасибо за провоци Знаender Dieu. Продолжение следует... Серега, дай секундочку Я елку нашел Я там тебе предложение кинул, его что не видно? Нет А оно так неудачно смотрится Чего? Оно неудачно смотрится, не очень хорошо сделано А где оно будет? А вот я ничего не вижу А где оно должно быть? Да, куда смотреть? Справа внизу, где события появляются, там должно быть звездочка такая Наведи на нее, там типа такой-то хочется сделать А он уже ход закончил, ладно А я ход закончил Ёлка, давай заканчивай Посмотрим следующим ходом Так, ну смотрим, вот население у меня увеличилось Ну там, замечательно увеличилось, увеличилось Вот верите, нет, вообще ничего нету Ну давай еще раз попробую О, вот сейчас появилось, да Ну понятно, короче, то есть если ход слил и пропустил, то пропало уведомление Будем знать Будем знать А посольство никто не открывает? Мы тогда сможем там торговые соглашения заключать Я предполагаю, у меня с нукой что-то все печально, короче, скорее всего Кстати, у кого сколько науки в ход, ну так, чтобы приблизительно понимать это, хорошо или плохо? У меня вот пять колбочек У меня шесть Я все колбочки убрал, вообще все, у меня шесть У меня три Ну если поставить, будет новый колбочек Ну я вначале изучил технологию, чтобы что-то построить Потом убрал рабочих с этим, но я сейчас они и развиваются Так, тут все открыто Ё-ка Система хинда до тебя далеко? Ну если брать по прямой, то... Так вон, мы же его встретили, слышишь? Здравствуй, чужак Я не Все-таки Все-таки можно до него добраться? Да, получается что так Ну да Так сколько до тебя? Смотри, хинда напрямую, если, то одна Ну короче, смотри, вот следующая паркс, и вот следующая моя столица Даже без меня, наши у... Хинда хорошая планета, но есть лучше Но они охраняются, зараза Ты поверь, это вот для меня вообще самая... вот, вот В данный момент это самая удовольственная, удачная У меня есть полезная Просто мне настолько печально со всех сторон, что остальное Хочешь ниже там отвоюй, а у него по все Но ее отвоевать надо Ну вот все нижние системы, они такие... нехорошие Ну я нашел систему, там она полностью всем заполнена И еще одну нашел, которая 5-4-3 И нашел 5-4-4 Нашел много хороших планет, но их надо завоевывать Ну вот абакас, это просто шедевральная система Я не знаю вот чья она будет, но... Ну это круто Абакас? Да, это там на самом верху Ну это получается скорее всего моя, но это хрен знает когда будет Ну вот конкретно абакас 5 Вот это наверное самый-самый такой... Хотя нет, абакас 3 Вот Орион на Дим вообще что-то... Она сверх богатая, огромная, ЭДМ Ну блин, это ж Орион А здесь его захватываешь, колонизируешь как бы... ну это на победу или поражение никак не влияет, просто ты получаешь как бы хорошую планету, да? Ну пока да Ну это так полното местное аналог чуда Типа да Да, наверное Чудесами здесь пока вообще тоскливо К習 diarrhea Типаааааа Типа Типаа а кинг блин у меня есть звездная система вообще без планет да у меня тоже вон это сагитта там даже сделать ничего новую планету нельзя сделать не из чего у меня прикольный глюк зашел в аудиенцию к маршанам и тут на фоне просто очень-очень быстро летают ее кораблики такая дебильная фигня елка и там предложение кинул если два умножить на он и хрена сестра открыл но тут видите тут очень еще надо просчитывать где колония снова что перекрывать пути к себе эти вот станции боевые которые строятся одни толку я так понял не шибко то и много ну почему через них пролететь нельзя без открытых границ вообще-то нет я имею ввиду на случай войны то они как бы не очень-то и помогут как почему не помогут если они просто одни будут стоять у тебя не будет флота то не помогут а если у тебя там флот будет помогут нет ну это знаешь это человек как крепость в этом в циве да еще мало того что гребес она еще и стреляется во время боя вы это соски пираты слишком дохлые согласитесь нормальные и просто там какие-то дохлые вот да и вообще тут же нету еще никакой градации как прошу мы просто на самой легкой сложности играем и все да и он просто такой отмороженный а чё хоть вообще говорили вы гэшники за кулисами так сказать ну ждут что игроки будут помогать улучшать все в игре и бэк наше все типа того бросить бомбы бросить всех хватило и одной ядерной бомбы да наверно мне тоже надо на фрегат бомбочку повесить или эсминец просто построить кстати тоже вариант такой очень меланхоличный процесс кстати они нашли какие-нибудь планеты защищенные чудовищами ну кроме ориона конечно нашли качок где чё я опытный но скажите вот два фрегата море тоже убьет не там же показывает силу твою ее к ты наводишь на у нее где-то 700 460 у меня ну как видишь еще половину надо так ладно строим фрегаты усиленно лучше откроем я тебе лучше рекомендую открыть эсминцы и уже эсминцы строить у меня есть эсминцы ну так строй эсминец лучше а не фрегат ну просто быстрее стрелось фрегат ну да эсминцы сильнее убедил а на ход свой же дождь а если захочу эту планету мне надо будет колонизировать ну конечно наш не колонизирована победе вообще ни о чем не горит походу дел так если два умножить на смысле что он тебе должен говорить он не такой информативный так скажем а внизу вот показать график график-то я смотрю блин согласись лёж то вот допустим в циве там график это всем красивым график да только в циве он в конце игры показывается а тут во время игры нет я вижу даже неправильно выразился гемография вот сама таблица гемографии цивилизации это ну лучше пока ничего еще не в одной игре не сделали что ты можешь понять точно что и где и как происходит смысле а тут вообще конкретно по местам расставлено то есть вот у тебя самый сильный флот а у ящерки самый слабый ну напасть на я не не трожь а ящерка так гармонично расселяется вокруг центра галактики не динозаврики хорошие нельзя трогать но не делать ничего просто больше не тут планета вообще непригодна для жить может это специально так сделано то есть если ящерцы плюс 25 бонус к рождаемости поэтому надо дать ему из эти я не думаю что тут на данный момент в игре есть какой-нибудь баланс так что сомнение у меня что это специально сделано темпы исследований в колонии силонов сильно снизились из-за вредоносного вируса поразившего компьютерные это было интересно у вас сейчас есть эти новости джинн нет но вот видим видимо те новости которые касаются только меня и вас соответственно они показываются только тому игроку которого это происходит не скажу так где это кстати происходит не показывает уничтожает половину там чего-то процент заражения ну вот этой экологии сколько вообще можно до 100 когда 100 станет у тебя ухудшится биом он в один ход улучшает до грубо говоря было дем дошло до 100 и там допустим зима это получается да а понятно застрали планет называть но тут на самом деле вот правда вот я все какие уже мог обзоры посмотрел на ютюбе за вот эту неделю грубо говоря все складываются в одну в одном мнении что сходится что нет проблем в игре то есть у тебя вот экология нарушилась там бах и домиков настроил причем за несколько ходов или купил и у это как бы трудный такой нюанс а но вот действия в начале правда не хватает фигасию там алкари уже пираты по 4 летают даже без меня наши ученые сумели совершить новое открытое я их поймать никак не могу блин вот в этих переходах конечно вот и до середины долетел назад нельзя вернуться надо сначала прилететь на другой конец пенеля и только потом в другую сторону да ну в этом собственно есть некоторые зачатки тактики вот особенно интересно как на длинных переходах это будет конциклировать как надо просто двигатели изучать чтобы решать эту проблему да ну двигатели сокращают количество переходов на вот как бы варк вот этому куннелю правильно получается? да и в бою еще быстрее летаешь ну в данном случае конечно это не имеет значения потому что у нас боев нету ну вот это я вообще не понял почему они сюда хотя бы даже вот эту ни о чем мы ну мне сказали что они не придумали пока как это без паузы сделать нормально кто пользовался паузой будет в этой боевке она там не нужна это просто красивый как сказать визуализация проекта ооо у тебя вон Борею 3 заблочили заблочили блин вот смотивился бы нафиг а ну ничего ничего мы их победим причем мне приходит сообщение что этот флот который заблочил Борею представляет для меня угрозу ха-ха-ха-ха а это забавно ха-ха-ха я баг нашел ну расскажи этот как его взял я короче как у космической это ну роботом этим руинку подобрал ну вот эту аномалию и она вернутся немножко теперь может следующим ходом сможет я попробую я попробую а а а а а и и и и и и и и ты неправильно сказал, мне нужны бомбардировочные корабли. Боже, ты убил? Понятно. Почему я слышу взрывы этих пиратов? А я тоже слышу все взрывы, у кого что-то происходит. Мошна 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 Ну, кто-то кого-то убил. Ну, кто-то 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 убил. Так, население колонии Ментар увеличилось. Ну, кто-то убил. 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 Ну, и что, смотрите. Вот если у меня мощь 593, а у него 461, у меня больше chance победить, правильно? Конечно. Ты уже практически победил. Вот реально слишком мало он имеет. То, что он имеет только, знаете, на астероидах что-то строить. Ну, и из газовых гигантов. Тут проблема не в нем, а проблема, скорее всего, в отсутствии того, что он мог бы чего-то... Ну, короче говоря, у него нету клеток обработки. То есть вот... Да-да-да-да. То есть было бы классно, например, чтобы он... Вот находишь пустынную планету радиационную, да? То есть его отправил, он бы вот радиацию бы с ней снимал. То есть как бы подготавливал к заселению, например. Я думаю, допилят все это дело. Или, например, вот знаете, тут есть... Они привязывают исследовательские лаборатории к спутнику планеты. Почему бы нельзя создать искусственный спутник, например, если есть поезд астероидов вокруг? То есть не планету, а именно спутник у планеты, или что? Вот там есть лаборатория, которая увеличивает исследование, типа, если у планеты есть спутник. Ну, типа, они там безопасны, поэтому могут не париться. Почему бы нельзя вот этим рабочим создать искусственный спутник, чтобы они там и завезли дольше, но как бы оно компенсирует? Не знаю, я вот, конечно, не играл, короче, я не буду выговаривать даже это название, ЕС вот это вот, о чем разговаривали, но там мне вот больше понравилась реализация визуализации системы. То есть там как на одном экране все планеты, я так понял, довольно-таки удобно. Я победил! Поздравляем! Ты молодчинка! Кого победил? Ну, у этого на планете Тукана там зверь бог. 500 мощи. У меня кораблики, конечно, получили люлей, но... Кстати, чинить их можно только на планете, и только когда построишь звездные базы, правильно? Ну, да. Ну, а и звездные базы, чтобы куча дает очки командования. Да, да, я понимаю, на 5 больше этих. Казарма десантного сунда, я уже почитал с чего. Серега, там тебе из Саганы летят. Товарищи. Угу, вижу. Ща посмотрим. Для отделания нормальной игры. Ну, не хотят Фераксис почему-то ее доделывать. Просто вот прям руками отпихиваются. Про какую? Про Циву, про Циву. Ну, да. Вот у меня бои не очень нравятся. Ну, что я вот сейчас сталкивался. Когда у меня... Я понимаю, что я там сношу, потому что я первый прокликер. И меня сносят то же самое, когда я понимаю, что человеку просто первый клик. У меня войск больше, но он дефается, там отбивается и даже нападает, потому что... Просто у него первый клик. Просто делаю там 10 юнитов, а у меня 15 юнитов. И он за счет того, что он 10... Ну, есть... Есть такая система, просто предлагается... Каждый в начале хода кликает только одним юнитом. Только одним. И когда вот пошел уже ход, когда ты видишь, что этот юнит проатаковал, потому что появляется сверху надпись, тогда уже начинаешь кликать другими юнитами. Это немножко снижает вот эту вот скорость. Это про гибрид или прям что-то договоренность какая-то? Договоренность. Ну, не знаю. Вот здесь мне нравится эта система мощи. Ты собрал мощь и вот деретесь там. А тут минус в том, что ты собрал мощь, проиграл, например, и слил свой флот. И все, и на этом для тебя, собственно, игра и закончилась. А в Циве... У тебя есть еще возможность собрать какие-то силы? Ты имеешь в виду то, что здесь, если подплывут твои столицы, блокируют ее, и нельзя будет ничего строить? Нет, почему? Просто ты проиграл флот, и все, и чувак летит, и все твои планеты уничтожает, и все. Ну, почему? На планетах очень много защитных зданий, там, десантники какие-то, смотрю, есть. Думаю, планета может за себя постоять. Правильно? Нет, если флота нету, то все. Ну, всерьез на данный момент. Строишь, вот создаешь в редакторе, я тут на чтю и ковырялся. Я вообще создал, у меня есть авик на базе эсминца. У него ни хрена нету на борту, кроме под завязку забит вот этими ядерными бомбами. Его одного достаточно, чтобы практически любую планету вот на данном этапе и выглядели. Главное не запутаться во всех этих конструкторов, моделях и макетах полноразмерных. Вот, честно, не очень прикольные вот эти конструкции, если честно. Нет, на самом деле это самый шик этой игры, если бы не боевка. Да, в этом идея и, собственно, Endless Legend, Legend и Endless Space, потому что вот как бы корабли сами по себе, эсминец, фрегат. А в случае Endless Legend это юниты, которые там отличаются. Это просто каркас, на который ты навешиваешь определенное оружие. И вот как ты сможешь это правильно сделать, то есть ты можешь победить даже в боевке, если будет нормально сделана боевка, то ты видишь там у тебя, например, сила в несколько раз меньше. Но за счет того, что у тебя оружие определенное, например, у чувака там огромный этот Титан, корабль, да, а у тебя много маленьких корабликов мелких, которые просто его обступают с двух сторон и расфигачивают. Пока он там концентрируется на одном кораблике, в это время все остальные его фигачат. Таким образом можно побеждать. Ну, как бы идея в этом. Вот я смотрел, сколько на ютубе ролики, а если честно так до конца и не въехал, как все-таки там боевка происходит, вот в ЕС конкретно. Там как-то все вроде интересно и необычно, но абсолютно непонятно. Да, посмотри Endless Legend лучше. Я думаю, что они возьмут во втором Endless Space из Endless Legend. Нет, я смотрел, ну как бы, что, на тебя подписан и смотрю-то, собственно, в игре регулярно. Но, вот, короче говоря, не зашло как-то игра престолов, пошаговая совсем. Даже не могу объяснить толком. Как-то вот, знаешь, вот Циву смотришь, ее просто интересно смотреть, я не могу объяснить, в чем интересно. Ну, вот интересно. А эту, ну, как-то вот, никак. Я вон там предложение посольства кинул. Кто-нибудь получил? Я хоть успел завершить. Я получил, но я не могу тебе предложить посольство. Ну да. Просто прими и все. Я так понимаю, что... Смирись, да? Я правда не знаю, что он пока, ну, то есть... Мало что дает, видимо, но я, наверное, смогу торговые эти предлагать. Да, торговый договор. И о научных исследованиях тоже. Тар... А, ты, блин, закончил ход? Так, я кинул. Ну вот сейчас никому не пришли, да, мои предложения, которые вы... Нет, нет, вот я принимаю. Принял. А тебе тапок пришло? Да, да. Нифига себе, она вкусная какая. А это вы что изучили-то, чтобы вот это дело делать? Ксенодипломатию. А я сейчас тебя тоже кину, че ты. Блин, тут так тяжело перестраиваться, тут все-таки, я понял, что очень сильно решает быстро рассеять. Ваш отряд спускается для изучения остатков разрушенных... Пока вообще не понятно, что решает из-за чего. Ха-ха. Продолжение следует... Главное, это хоть какое-то умственное... Да, но, конечно, договор о научных исследованиях дороговато стоит. 208 золота. А мне написали 61. Это, видимо, зависит от того, как ты развит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Странно, ни с кем невозможно техами поменяться. Может, это запрещено в сетевой игре? Я очень сомневаюсь, что мы все вместе одинаково открыли одно и то же, ведь правда? Ну, там не шибко выбор, конечно, велик. Но это можно сравнить на самом деле. Не, ну как минимум, ксено-дипломатию вы же не открыли, правильно? Я не думал. Так может, из-за этого и нельзя поменяться? Я экономику открываю сейчас. Даже без меня! Наши уч... Куратор... Так... Так... Растем... Отличненько. Два хода до роста, один ход. У нас уже четыре колонии. Пойду, наверное, колонизирую Абакос. Очень хорошая системка и планетка. Неплохая Абакос. Ну, сначала Абакос 3, потом Абакос 5. Да и Альфу надо колонизировать. В общем, тут, походу, чем быстрее колонизируешь все, тем лучше. Это, конечно, вот Сагита фиговая система. Еще увеличение. Собственно, где флот Алкари. Так, надо снять. На этом пока все. Игра получилась долгой, поэтому будет разбита на серии. Продолжение. Надеюсь, вы увидите завтра или послезавтра. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша Играет. Не забудьте подписаться и поставить лайк, раз досмотрели до конца. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Так, тут пускай растут. Тут пускай растут. Отличненько. Так, полетели. Абакос колонизировать. Потом, чтоMadam. Класс. Играйте свои слова. Так вы сможете делать с darle к нам. Притягивайте се. Притягивайте свои слова. Тут конечно нужна станция, потому что если будут варвары полетать очень неприятно будет. Блин, не понимаю я, почему я в два раза отстаю по очкам. На эти графики глянем, ну вот, вот вы посмотрите на графики, то есть у меня просто изначально, вот с самого начала я, у меня просто тупо в два раза меньше и все. Ну армия примерно равная, по населению я вообще вон вперед вырываюсь. Я возмущаюсь, почему у меня очков в два раза меньше, чем у остальных. И там просто изначально, вот прям как игра начинается, у псалонов просто сразу меньше очков и все. Ну я так понял, если брать историю игры Пселоны же это самая читерская нация, раньше это была. в ручка. Ну это понятно, но очки-то они не от балдыжей рисуются, то есть из чего-то складывается это количество очков, то есть у меня чего-то нету. Вот я именно поэтому Леша сказал, что вот этот график, он мне не вызывает доверия такого сильного исчезла. Это у меня столица скачнуло, вот наверно водоросли дошли. Ну все же понимают, что здесь все очень неоднозначно. Так, звездная база тут построена, отлично. как-то тут увеличение, На данный момент все-таки тут самое главное расселяться. Алексей решил кого-то изничтожить. В смысле, почему? У тебя график по армии просто вертикально ушел вверх. Ну я апнул эти, открыл новую теху, апнул флот. Я просто не могу сейчас посмотреть, я уже ход закончил. Боишься, да? Ну конечно. Я ж твой верный фанат. Да, ну сразу в армии я типа на 700 очков стал вас опережать. А это всего в двух кораблях апнулось вооружение. Мы, ну очень много, наверное, народу видело, как вот в один город, через непонятную волю традицию, кое-кто вынес человечка на традиции с тремя городами на море. Так что тут все очень опасно. Ну там вопросы скорее к человеку, а не то, что я как-то... Так нет, понятно, но все равно было забавно. Денежку даст. А потом можно будет это все в планетку еще одну переделать. Так, один ход, четыре хода, два хода, четыре. Даже без меня наши ученые сумелись решить новое... Шупфай это все-таки как... Это правильно, рандом. Что-то всеми именами нужно называть вещи. Кому-то с местом не повезло, кому-то с ресурсами не повезло, кто-то заступил, кто-то не заступил. Такая куча факторов. Здесь вот сейчас уже понятно, что геймплей в начальной стадии игры просто однокнопочный не получается. Комп watching. Вот здесь está. Звучит и спорта ... Спортudi.... Спортqui... Блин, еще раз апнул Флот Теря вас на тысячу уже, опережаю Ну, Алкариш Тоже неплохая армия Не, ну я Я очень сильно отстою Пойду тебя выносить А у нас договор о ненападении Я думаю, что он тут Как и в Циве тоже есть Договор о ненападении, но он Ничего не значит Не работает Не, у меня тут это Я говорю, тут вот в этом древе Еще разбираться и разбираться надо Я вот крейсера опять пропустил Уже второй раз Как получают Добрый день В эфире GNN Галактическая служба новостей Племя Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Ну вот здесь сколько Леху получатся? Колбочек в ход 16 Ну не так много, но там Ну да Даже без меня наши ученые сумели совершить новое открытие. Продолжение следует... А чё, 15 жителей максимально, что ли? А у тебя же на планете написано, сколько максимально. Ну да. Я вот только этот, не пойму. Ты когда улучшения делаешь, то аппаешь только те корабли, которые рядом со звездной базой, да? Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мне ничего не приходило. Странно. И не могу послать, написано у вас недостаточно средств. Хотя, ну, 89 золота стоит, а у меня... Это у меня недостаточно, скорее всего. А, у тебя. Ну, накопи 89 тогда. Будет договор. Легкий экономический кризис случился. Ну, увеличь налоги там на один ход по максимуму. Так и так все с плакатами, с транспарантами сидят уже. Ну... 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 Даже без меня! Наши ученые сумели совершить новое... Обогащение почвы. Нормально. Так, мне надо, знаете что? Чтобы токсичность убирать. Тут было здание такое. Броня. Сканер ДНК. Во! Радиационный экран. А, это радиоактивный. Так, блин, а как мне токсично? Кто-нибудь в курсе, какая теха токсичность планеты снижает? Ой, сейчас скажите. Молекулярные... Короче, ты смотри, квадратик беленький с непонятными квадратиками внутри. Я не знаю, как это еще объяснить. Молекулярные манипуляции это... А, ксенобиотика. Все, нашел. Ксенология, например. А, нет, это не то. Ксенобиотика, да. И еще что-то, по-моему, было. Умно! А, надо на мораль уже. Колесо. Сlikle. Колесо. Тонбали. Стом. Тонбали. Колесо. А оболочисто. Оболочисто. Я уже помню только это реформирование. О, гады, они землетрясения запилили. Я еще одного нашел какого-то с про... У него еще бустер мощи. Субтитры сделал DimaTorzok Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до свидания до конца. Удачи и играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok